На полицейских напали в центре Москвы. Рэпер Васио идет в армию, а Бедва содержит в ужасных условиях. В студии Юрий Белят и прямо сейчас я расскажу вам об этих и других важных событиях дня. Сегодня стало известно о ближайшей заграничной поездке Владимира Путина. Их в последнее время совсем мало. Уже в феврале Путин полетит в Турцию и встретится там с Эрдоганом. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, одной из ключевых тем переговоров Путина и Реджепа Эрдогана будет Украина. Ушаков отметил, что Москва остается готовой к мирным обсуждениям по регулированию конфликта. Но, цитата, Киев сам себе запретил такие переговоры. В самом центре Москвы, на Манежной площади, 22-летний мужчина напал на полицейских. Все произошло накануне, в воскресенье 28 января. На кадрах канала «База» видно, как мужчина, который вышел из охотного ряда и сразу направился к полицейским, он распылил газовый баллончик в лицо 22-летнему сотруднику полиции, спецполка и стоявшему рядом с ним росгвардейцу. Когда мужчину пытались задержать, он стал избивать сотрудника полиции руками и ногами. О мотивах пока что ничего не известно, но нам зато известно, кем был нападавший. Это 22-летний Андрей Чальцев из Ставропольского края. Телеканал «База» сообщает, что ранее мужчину уже задерживали за различные акции в поддержку Украины. Полицейский же попал в больницу с различными травмами и химическими ожогами глаз. В Свердловской области ДТП с автобусом детской хоккейной команды есть жертвы. Автобус вез команду из 18 детей тренера с соревнований из Челябинска в Новоуральск. По предварительным данным, у машины лопнуло колесо, она выехала на встречную полосу, столкнулась с другим авто и перевернулась. Погибли водители и два пассажира легкового автомобиля. В машине скорой помощи скончался тренер команды. Двое детей попали в больницу с травмами. Другая тема. Последствия вечеринки Ивлеевой. Рэпер Василев, тот, что прикрыл гениталий носком, вы помните, наверное, все-таки пойдет в армию. Об этом рассказал его адвокат Роман Попов. Вот цитата. «За границу не сбежит, не испугается. Почетная обязанность каждого гражданина Российской Федерации службу пройдет». Ранее Васильев был признан негодным к службе. Новую повестку в военкомат он получил во время второго административного ареста, который отбывал после почти голой вечеринки в клубе «Мутобор». А депутат Виктор Соболев заявил, дальше будет еще одна цитата, «У него просто есть остатки совести, и он решил таким образом искупить свою вину». Конец цитаты. Еще одна новость про преследование музыкантов. Стали известны условия, в которых содержатся музыканты из группы B2. Детали в эфире «Дождя» раскрыл ведущий Михаил Козырев. «Условия, в которых они содержатся, это условия совершенно чудовищные. Их сейчас, они сейчас в открытой клетке, в такой открытой камере. Это клетка под раскаленным солнцем, там 35-40 градусов жары. В последний раз, когда организатор концерта, когда его допустили к ребятам, у них нет никакой связи, отобрали телефоны, то он увидел просто группу «Свалку голых тел в трусах», потому что там невозможно вся одежда промокла, тени никакой нет». Напомню, рокеров задержали в Таиланде после концерта, на который у них не было разрешения. И, судя по всему, задержали их после доноса российского консула. Оппозиционера Владимира Карамурзум увезли из ИК-6 в Омске. О том, что он убыл в другое учреждение, в СИН сообщили правозащитник Александр Подробинник и Автозак Лайф со ссылкой на ответы от администрации колонии. Куда именно увезли Карамурзум, неизвестно. Рокировка по-грузински. Премьер-министр Иракли Грибашвили ушел в отставку. Он станет председателем правящей пророссийской партии «Грузинская мечта». Отставка связана с президентскими и парламентскими выборами этого года. Дальше будет цитата Грибашвили. В команде много успешных лидеров. И правильно, если еще кому-то предоставится возможность быть премьером. Теперь мы стоим перед новым вызовом. В ближайшем будущем мы выберем новый парламент. «Грузинская мечта должна быть готова к убедительной победе на этих выборах». Конец цитаты. Грибашвили на посту премьера сменит председатель «Грузинской мечты» Иракли Кабахидзе. В конце нашего выпуска немного о спорте. Камила Валиева дисквалифицирована на 4 года за допинг. Соответствующее решение принял спортивный арбитражный суд. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. В допинг-пробе фигуристки, которую она сдавала как раз в декабре 2021, обнаружили триматидезин, препарат, который применяют при нарушении работы сердца. Считается, что вещество может улучшить кровообращение и выносливость. Ну что, это были все новости, которые мы хотели вам рассказать. Будем обязательно следить за продолжением событий и за их развитием. С вами был Юрий Белят. Новости воздух на канале Ходорковский лайф. Не уходите без лайка и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok